В эфире программа Пациент. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о ФАПах, фельдшерско-акушерских пунктах. Жители сел нашей страны в послевоенное время не понаслышке знают, что значит остаться без возможности первой медицинской помощи. До ближайшей больницы несколько километров, а пациента нужно спасать здесь и сейчас. Вот для таких экстренных случаев и существуют ФАПы. Функционируют ли такие медицинские пункты во всех селах Абхазии? Укомплектованы ли они и сколько жизней удалось спасти? Чтобы ответить на вышепоставленные вопросы, мы разделили программу на несколько частей. Сегодня мы расскажем о ситуации в Ачимчирском районе. ФАП – это лечебно-профилактическое учреждение, осуществляющее начальный этап оказания медицинской помощи в сельской местности. Они работают под руководством амбулатории, участковой или районной больницы. Необходимость подобного звена здравоохранения определяется малой плотностью проживания населения, в отличие от компактного городского. Пункты располагаются в наиболее отдаленных селах, делая медицинскую помощь для жителей более доступной. В Ачимчирском районе 27 сел, в 24 из них работают фельдшерско-акушерские пункты. В основном работают по одному медработнику в селе, но те села, которые больше населения составляют, там по два-три. Есть таких два-три села, где у нас по два-три сотрудника. В целом по сельской местности у нас задействовано 33 медработника по селам. Условия, в которых они работают, хотелось бы немножечко об этом сказать, в послевоенный период времени как-то так получилось, что они вынуждены находиться либо в здании администрации района, либо при школах. Вот, что не совсем правильно, потому что желательно, чтобы у медработников была своя территория, свои помещения, потому что это связано с различными заболеваниями, в том числе инфекционными. И не очень желательно, чтобы пациенты приходили в лечебное учреждение, понятно, должны, но какие-то общественные посещали без напомности нежелательно. Вот, ну, так сложилось, что после войны вот такая ситуация. В основном они располагаются в зданиях школы, либо в зданиях администрации села. В нескольких селах есть самостоятельные помещения, вот, и в двух селах, в Кутол и в Чигердах, идут строительные работы, подготавливаются помещения под, значит, самостоятельное помещение ФАПов. Вот, что радует. Клавврач отмечает, что такие медпункты выполняют огромную работу. Без них было бы тяжело, говорит она. На местах оказывают квалифицированную помощь. Если же этого недостаточно, и пациент нуждается в углубленном лечении, то второй этап уже больница. Работники ФАПов консультируются с клавврачом и совместно принимают решение, госпитализировать больного или нет. Специалисты отмечают, что благодаря местным медпунктам смертность в районе существенно снизилась. На самом деле у них достаточно большой объем работы, потому что к ним обращаются по любому поводу. Это по заболеванию, это они выполняют назначение врачей, допустим, у себя в амбулатории. К некоторым пациентам они ходят на дом, там выполняют процедуры. Кроме того, почти в каждом селе есть школа, и они ведут наблюдение за детьми, за санитарным состоянием, проводят профилактические прививки. То есть беременных женщин выявляют, ориентируют, направляют, куда они должны прийти, кому обратиться и так далее. То есть вот такая ситуация. Мы постоянно в контакте. В месяц раз мы проводим совместные встречи. То есть они каждую последнюю пятницу месяца посещают больницу нашу. Мы собираемся и обсуждаем текущие вопросы, обсуждаем, как обстоят дела. Вот сейчас недавно была, знаете, типа пандемия. Вот в пандемии тоже участвовали наши медсестры, в том числе и на дому оказывали помощь. Вот заболевали сами, выздоравливали и возвращались к работе. То есть очень даже, я могу сказать, достойным образом показали себя в пандемию. Кстати говоря, к концу, когда уже совсем сложно было с Гудаутским госпиталем, наши медсестры сельской местности выезжали туда по графику, тоже поучаствовали в этом деле. Каждое утро заведующая ФАПом села Кындах Асидапкин приезжает сюда на автобусе из Адзюбжи. «Я люблю свою профессию, никакие трудности меня не остановят», — говорит она. «У нее долгое время не было возможности поработать. Получила медицинское образование, но семья оказалась важнее. Много лет занималась воспитанием детей. В 2017 году ей предложили занять должность заведующей медпунктом в Кындах, и она с удовольствием согласилась. В Адзюбже тоже есть подобный пункт, но штат там был занят, поэтому она не упустила возможности поработать в соседней деревне». «Смотря как больные, бывает до четырех, бывает до пяти, как больные поступают, бывает до трех. Ну вот они мне звонят, вот так вот, так есть срочные. Летом обычно есть укус пчелы. Бывает, летом в основном задерживаюсь на работе. И помимо в селе, еще есть в самой моей деревне тоже очень многие обращаются в Адзюбжах тоже. И вот». «Ну а что беспокоит их в основном?» «Гипертоническая болезнь, давление, высокое давление. У кого сердечная недостаточность после ковида появилась, учащенный пульс. Очень многие жалуются на головные боли, на суставы. Человек поступил с давлением. Могу поставить капельницу, сделать внутримышечно. В основном вот гриппозные очень поступают с ОРВИ. Сразу же антибиотики, рингер. Стараемся первую помощь оказывать, а потом направляем в медучреждение. Если видим, что чуть-чуть серьезнее, я созваниваюсь обычно с Мадонной Корбиевной. Любой суток времени могу позвонить, и она как бы, ну я с ней советуюсь, можно сказать». ФАП здесь располагается в здании администрации села. Комната небольшая, но с ремонтом и со всем необходимым для оказания первой помощи. Всеми медикаментами их снабжает Ачимчирская ЦРБ. Прием здесь осуществляется бесплатно. Зарплата небольшая, но любовь к профессии и возможность наработать опыт для осиды в приоритете. «Обеспечивает Ачимчирская ЦРБ. Мы получаем физрастворы, систему необходимые. И когда у меня что-то не хватает, стараюсь сама и глава администрации, ЧКОня Зорик, тоже помогает. Очень внимательный, спрашивает, что не хватает, как, чем помочь. И в субботу и воскресенье у нас выходной, но если есть капельница, я приезжаю в субботу и воскресенье тоже. Потому что нельзя пропускать. Бывает, они в четверг принесут назначение, и отдела 5-10 дней бывает. И в субботу и воскресенье тоже езжу. Добираюсь на автобусе и приезжаю. На стене почетные награды за добросовестный труд и большой вклад в дело сохранения и укрепления здоровья, а также благодарности за неоценимую помощь в сложный для страны период борьбы с коронавирусной инфекцией. По словам Осиды, почти все в селе переболели ковидом. Когда был ковид, я ехала на работу, и меня заставили выйти в Кинге. Здесь больному стало плохо. Подошла, повезли, давление померяло, но вижу, что там критическое. Вызвали Чемчирскую скорую, и мы отвезли его в Сухум. Спасли, он живой до сих пор. Здесь местный? Местный, да. Заведующая ФАПом обращается к своим пациентам, особенно к тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, чтобы они чаще обследовались и следили за состоянием своего здоровья. В день она принимает 3-4 человека. Бывает, когда никто к ней не обращается, но она всегда на связи. В деревне ее знают всем. С открытием ФАПа отпала надобность ехать в город за медицинской помощью, говорят местные жители. Музыка Микроинсульт. 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 Че листья организованы как хоронит bom и намoldают ambos людей для людей и договар Западных и русских разными тот связи над mantwork детей ung листья семьи interval сервера Джариж и функции ручера Сомаш Earth. Здесь все-таки, засчитаны намерения. Если что-то, из-за спадения не уехать, но то есть у насsekterя, мгновенно, во всяком случае, а-вот ли, это намерены. Дорога не уехала. Что сэм, я не доню ее, что вот такая шатурма, она умерла, а секрет, она умерла и умерла, Я не могу сказать, что я могу сказать, что я могу сказать. Сегодня пункт располагается в здании администрации села, которое нуждается в капитальном ремонте. Хотя в самом медпункте ремонтные работы проведены. Помимо фельдшера в штате еще медсестра. Для нее отдельно при школе есть комната, где она обслуживает детей. По словам Ноны Кархалава, больше к ней обращаются люди старшего поколения. В основном это гипертоническая болезнь, заболевания сердечно-сосудистой системы. ОРЗ, ОРВИ, острые респираторные заболевания. Вот это и в основном у нас встречается. Есть, конечно, еще заболевания желудочно-кишечного тракта, язвы желудка или гастриты. Острые отравления могут быть укусы различных насекомых. В данное время у меня есть медикаменты для оказания первой медицинской помощи, для снятия острого состояния, острого симптома. А в дальнейшем, если там, я консультируюсь с врачами, консультируюсь в основном с главврачом нашего района Мадонной Корбевной. Консультируемся. Дальше по состоянию больного, если там уже инсульт и возраст, там, соответственно, все, как бы на все смотрим. И решаем, решаем уже с врачом, куда отправить больного. Если нужно госпитализировать, то на скорой или же посмотрим на состояние больного. И уже или же родственники госпитализируют в соответствующее медицинское учреждение. Хочется отметить, что в любое время суток мы можем обратиться к нашему главврачу или же другим врачам в любое время суток, которые нам дадут рекомендации. Сегодня здесь проживает более 900 человек. Это 185 воров. Фельдшер говорит, что почти все жители села перенесли ковид. Она оказывала сельчанам посильную помощь, но под конец и сама заболела. По ее словам, последствия ковида остались. Это тревожность и неврологические расстройства. Чувствуя свою ответственность перед пациентами, она редко покидает деревню. А если такое случается, то всегда на связи. Был в ее практике тяжелый случай, когда к ней доставили человека с укусами шмелей. Вопрос жизни и смерти пациента. Звонят ко мне прямо домой. То хорошо, что у меня оказалось все медикаменты, которые могла бы, но очень такой тяжелый случай. Тяжелый случай, он вообще ничего не осознавал. И вообще у него давление было ноль. Я еще у меня времени не было, чтобы проконсультироваться с врачами. Я еще их встретила уже у себя на калитке с двумя набранными шприцами. Мне сказали, уже по дороге они мне сказали, что я уже с выхода прямо два шприца довела. А потом уже домой, уже другие медикаменты, уже к вену и вот так вот так. И потом я уже звоню к Арбеевне, что делать дальше. Уже температура поднимается, уже он как бы сознание приходит, уже давление где-то мигает. А это тот самый молодой человек, которому заведующая ФАПом спасла жизнь. Манчашин Куба работает преподавателем географии в местной школе. Для него Нона Кархалава – крестная фея, ведь она вернула его с того света. Кстати, все жители села называют Нону Джульеттой. П Community College of Education, как и со стороны семьи, Ноннаotок производит все жители и в России. После этого мне сказали, что это очень ярко навязано, что я уже всегда до сих пор. Продолжение следует в степени, но я с ними уже недостаточно. Когда я живу в полотенцах, я не знаю, что я знаю. Но я уже и знал уже жизнь. Когда я больше не знаю, я не знаю. Я уже об этом в тихо, я не знаю. Я не знаю, мы не будем садить их нахлопеду. Мы будем садиться и все из них, когда мы будем садиться на хаму. После которых была она как-то воронка. Мы не берем педа Speaking Japanese в садизме, но уже не уже нет, мы не будем садиться на хаму. Мы не думаем, что продают меня. Мы решили, что я так же не разрешал. Мы не знаем сегодня, но в самом деле, мы будем учить его на каком-то принестиability. Мы будем учить детей, но мы не помогаем, я думаю, что мы будем учить детей. Наши дети не учились, а не учились, не учились. Мы не дали детей, но учились их, но вода слишком много. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. 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 Я 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 знаю, что я знаю. Я знаю, что я знаю. Я знаю. Я знаю, что я знаю. Я знаю. Я знаю, что 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 я знаю, что я знаю. Я знаю, что я знаю, что я знаю. Я знаю, что я знаю, что я знаю, что я знаю. Я знаю, что я знаю, что я знаю, что я знаю. Я знаю, что 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 я знаю. лучше. А так, есть люди, есть желание работать. Не могу сказать, что трудно. Нет, не трудно контактировать с людьми не трудно, потому что есть понимание, что они делают, для чего они это делают, что это требует порядка, что это работа серьёзная, связанная с человеческой жизнью. Ты берёшь на себя ответственность в жизнь человека. Он тебе доверяет. И ты не можешь абы как. Тут нужно всегда быть сосредоточенным. Поэтому остались на своих местах те, которые знают, ради чего и что они делают. И даже примитивных зарплатах. Кроме основных обязанностей, медицинские работники ведут документацию, занимаются составлением планов и отчётов и в дальнейшем предоставляют их в медицинское учреждение, к которому прикреплён фельдшерско-акушерский пункт. Как нам удалось выяснить, ФАПы есть почти в каждом селе. И у жителей есть возможность получить первую медицинскую помощь. Поэтому в случае возникновения заболевания не забудьте обратиться в ФАП, пока болезнь не приняла запущенную форму. В следующей программе мы расскажем о работе медпунктов в других районах. Не пропустите. А я прощаюсь с вами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова